Охей, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал Маугли, здесь это Сабнотика и... Три долгих дня. Три долгих скучных дня я потратил на то, чтобы отстроить себе базу. Используя те чертежи, которые у меня были доступны на тот момент, я не занимался ничем, кроме как всё своё свободное время. Я просто лазил, собирал ресурсы, тащил их сюда и строил базу. Я запарился реально, но я это сделаю, и сегодня в серии я хочу вам показать, что за база у нас получилась. Для начала я хочу показать вам её со стороны. Я отплыву подальше, отплыву подальше, прям отплыву вообще конкретно подальше и покажу вам. Сейчас мы всплывём, подышим немножко кислородом. Так-так-так-так-так-так, всё хорошо. Как вы помните, у меня база находится прямо возле четвёртой капсулы спасательной и возле Авроры. И вот она моя база, смотрите. Конечно, многие советовали, много советов надавали, но какие-то советы я уже услышал в тот момент, когда я строил её. Какие-то советы я узнал-то уже только после. А чё это у меня... Почему каждый раз, когда я загружаюсь, у меня матрёк включен, у него свет вот этот включен. Короче говоря, вот это моя супер база. Она будет достраиваться, она будет увеличиваться обязательно. Но на данный момент вот всё, что я мог, это я построил вот таким вот образом. Я, конечно, да, пишут, что типа не обязательно фундамент делать. Я строил в соответствии с гайдами, которые на ютубе посмотрел. И там говорили, что строить фундамент важно. Ну и мне на самом деле нравится фундамент, потому что здесь, по крайней мере, ровная площадка получается. Мне как-то больше нравится, чем просто, если бы она там на земле стояла. Вот, давайте я вам покажу, что у меня на базе присутствует. Вот так вот это всё работает. Здесь мы заходим, смотрите, у нас тут есть главная комната. Мы заходим, у меня 450 электричества. Заходим и здесь у нас, смотрите, у нас здесь радио пришло, у нас новое сообщение, кстати, сейчас послушаем. У меня здесь зарядное устройство для четырёх батареек и изготовитель аптечек, который мы можем использовать. Вот, это на этой стене. Хе-хе-хе-хе, здесь у нас изготовитель обычный. Здесь у нас стоит урна. Я столкнулся с тем, что у меня куча всяких ресурсов, которые, ну или какие-то остатки, ошмётки, которые мне не нужны. Чтобы их не выкидывать возле базы, я решил сделать себе урну и просто перерабатывать там всякий шлак. Вроде как это всё безосходное производство. Здесь у нас усиленные стенки. Да, вот так вот это всё сделано. Здесь у меня модификационная станция. Я уже успел сделать себе крутой нож. Улучшение для ножа. Термоклинок я уже сделал, у меня был. Были ингредиенты, было всё. Кислородный баллон тоже себе крутой сделал. И ласты тоже сделал. Пропульсионный пушку нам предстоит только собрать. Обязательно. Улучшение циклопа пока что нет. Улучшение мотылька. Здесь начинается второго модуля. Но мне надо первый сначала где-то взять. Я ещё не понял, как это всё делается. И улучшение экзокостюма. Ну, у меня экзокостюма тоже нет, в общем-то. Вот, всё. Это работает штука. Дальше у меня зарядное устройство энергии ячеек. Здесь просто не хватает у меня ресурсов. Потом сделаем. Как-то так, видимо, будет. Дальше. Пойдёмте. Это у меня очиститель для воды, кстати. Смотрите, вот такая штука крутая. Многие писали, типа, не ставь, много энергии потребляет. Я пока что не заметил. Мне хватает энергии. У меня стоит всего лишь несколько там солнечных батарей. Я вам покажу потом. Мне этого вообще вполне хватает. И зато вода есть. В больших бутылках. Это круто. Возьмём вот так вот. Две даже бутылки. Мы их возьмём. Соль мы тоже возьмём их. Соль, наверное, мы закинем сюда. Я что-то соль не складирую. Не знаю. Потом, если что, насобираем. В урну их вот так вот закинем, и всё. И урна теперь использовать. Подожди. Она автоматически уничтожится? А, смотри. Она автоматом, короче, удаляется. Круто. Вообще-то шибись. Вот, смотрите, у меня ребризер есть. Вот мои сверхскользкие ласты. У меня есть крутой баллон, сверхъёмкий баллон. И у меня есть также ещё термоклинок. Вот так вот. Вот такой крутой я теперь. Смотри-ка, а. Могу не только резать, но ещё и заплавлять швы сразу же этим рыбёхом. Дальше пойдём. В общем, вот всё. У меня изготовитель воды, очистительной станции. Вот она работает, работает, работает. И всё у меня ништяк. Дальше пойдём. Мы проходим дальше. Стеклянные коридоры. Многие возмущаются. Не ставят стеклянные коридоры. У меня у тебя прочности мало будет. Я себе нафигачил всяких разных панелей усиливающих. Видите, вон. Делаются, по-моему, титаны и литии, что ли, там. Или свинец. Что-то такое. Два металла. И всё. И у тебя, короче, ёмкость, в смысле, прочность увеличивается. И всё ништяк. Мы проходим дальше. Вот у меня наверху находится комната сканирования. Не нашёл я более какого-то удобного места, чтобы её разместить. Писали. Потом уже я увидел, что писали. Мол, надо её просто, чтобы она на весу была. Может, переделаем со временем. Но пока что она там находится. Мне вообще ни горячо, ни холодно. Выглядит зато круто, как такая, знаете, башня специальная. Проходим сюда. Здесь у нас пока что ничего нет. Ну, наверное, что-нибудь ещё достроим. Приглашаю вас в свою оранжерею. У меня здесь сады. Чуть не сказал придонья. Хороший сок, кстати. Сады придонья. Вот. У меня здесь есть картошка. Я специально сплавал туда на базу Дегази, где они жили. Взял у них китайскую картошку. Она у меня вот сейчас растёт. У меня уже склады этой картошки. Не знаю, куда её девать. Вот картошечка у меня вот эта немножечко подрастает здесь. И у меня здесь также ещё два луковых дерева. Одно выросло, а другое вот здесь, смотри, чалится. Увеличивается в размерах. Скоро будет. Здесь можно наблюдать, как вот эти вот песчаные зубастики жрут всякие обломки. Они очень смешные и очень неказистые. Зарываются в песок. Можно наблюдать. Здесь у меня мраморная дыня. Куча её вырастает. Куча семян всегда. Короче, вообще, теперь, в принципе, когда я на базе, то никаких проблем у меня с едой не будет. Многие писали, типа, у тебя место плохое, у тебя рыб там нету. Да мне зачем рыбы? Я вегетарианец, блин. Я вон выращиваюся картоху, луковые деревья и дыню. И у меня вообще всё ништяк. Вода у меня очищается. Кстати, дыня тоже ещё воду даёт хорошо. Вот. На второй этаж, если мы поднимемся, мы увидим вот такое хранилище. Пока что я только одно сделал. Здесь у меня шкафчики со всяким Г. Короче, куча ресурсов. Все ресурсы, которые я насобирал, которые у меня остались неиспользованы, но также ещё ресурсы, которые я насобирал специально, чтобы у меня были, и чтобы мне не надо было особо отвлекаться, чтобы там что-то крафтить. Всё это у нас здесь находится. Ресурсов дофига, так что не удивляйтесь. Всё, теперь мы можем валить отсюда. Проходим дальше. Идём-идём. Смотрим. Очень красивый обзор. Конечно, здесь вода такая мутноватая. Никакой живности нет. Ну и ладно, ничего страшного. Я буду типа отшельником. Хе-хе-хе. Мне никто не нужен. Мы проходим вот по этим потрясающим стеклянным коридорам. Мне очень нравятся стеклянные коридоры. Хоть они и уменьшают прочность, но это всё выглядит очень круто. Теперь мы проходим вот сюда. Здесь, судя по гайдам, необходимо будет построить большой аквариум. У меня есть чертёж маленького аквариума, но я не хочу. Он какой-то несерьёзный. Вроде как несколько комнат друг на друга вот так вот стакается. Типа складируется одна на другую, ставится. И можно хоть две, хоть три секции сделать. И сделать огромный аквариум. И идём потом разводить живность. Мы это сделаем обязательно. Его, скорее всего, мы сделаем вообще стеклянный, чтобы он очень круто и красиво смотрелся. Но это будет потом, потому что у меня нет пока что чертежа большого аквариума. Проходим дальше. Дальше я сделал абсолютно бессмысленную вещь, которая называется обсерватория. Единственный плюс её, это таинственная музыка, которая начинается. Когда ты в неё заходишь по скрипту. Эта штука, насколько я понимаю, нужна просто лишь для того, чтобы наслаждаться видом. Но мы с вами здесь всё-таки собираемся с планетой с этой валить, поэтому наслаждаться видом я вряд ли буду тут регулярно. Может быть, в ней что-то можно разместить интересное. Может быть, поставить кресло, чтобы я мог релаксировать и лежать, отдыхать. Ну, вот такая вот обсерватория. Со временем мебелью я заставлю. Пока что не было возможности мне мебель тут всякую зафигачить. Ну и теперь появилась уже причина мне собирать постеры и прочую декоративную хрень, чтобы украшать своё жилище. И это у меня стыковочная шахта. Как правильно написали в комментариях, я ещё пока что не знал этого. Но сказали, что циклоп сюда никуда не подплывает, естественно. Да, он где-то, видимо, в другом месте подплывает или вообще не подплывает. Какая-то, может, стыковка есть. Здесь у нас мотылёк и краб вроде как. Краб это экзокостюм. Они у нас здесь подцепляются. Хотя мотыльком я сюда заплывал, но я не понял. Никто ничего не цеплял здесь. Может быть, надо какую-то кнопку нажать. Ну и, по крайней мере, здесь есть выход, если что, вот сюда прямо на днище. Вон, видите, соль всякая валяется, которая мне нужна. Всё это я повыкидывал. И здесь можно вот так вот заплыть. Вот так. Ну, мне нравятся длинные коридоры. Если вы будете психовать и беситься из-за того, что здесь много ходить, придётся. Я не собираюсь здесь жить. Я собираюсь свалить из этой планеты. Просто решил базу построить. Что-то ещё надо будет здесь построить, чтобы реализовать наши необходимые вещи. Я... Единственный момент, смотрите. Важный момент. Я не понял, как нам поставить вот эту вот фигню, которая называется консоль улучшения транспорта. Ну, вы не смотрите, что у меня её, как бы, это самое, типа, ресурсов не хватает. Даже если не хватает ресурсов, она ставится. Там написано, поставьте её в стыковочной шахте. Вот я пришёл в стыковочную шахту, я обошёл вообще всё здесь, всё, что только можно обойти. Всё вот так вот оплавал, посмотрел. И я не нашёл место, куда... Взлазь. Куда я её могу поставить? Скажите мне, что я делаю не так. Вот ещё раз, смотрите. Вот она, консоль улучшения транспорта. Она нужна мне для того, чтобы мотылёк мой прокачивать. Вот я стою в стыковочной шахте. Вот я хожу по ней. Ничего не происходит. Наверх куда-нибудь её поставить? Непонятно. Что с ней делать? Я думал, может быть, вот сюда куда-то надо её поставить. Или, может быть, вот так как-то поставить. Ну, вот видите, не ставится. Зелёным она не становится. Куда? Чего? Как? Объясните мне, пожалуйста. Напишите в комментах. Как её поставить? Открывать здесь написано. Вот не ставится. Вот вообще, вот смотри. Ну, никак не ставится. Что происходит? Как мне мой транспорт улучшать? Ничего не понимаю. Ну, ладно, фиг с ним. Короче, вот такая вот база. Есть ещё, конечно, куда расти. Хочу себе поставить здесь ещё ядерный реактор. Или как он там называется? Который позволит... А, не всё ещё показал. Который позволит мне тут энергию вообще качать жёстко. Ну, так или иначе. Такая вот база. Здесь, смотрите, какую красоту сделал. Вот эти вот семена. Они мне как бы нафиг не сдались. Но я их посадил, потому что они круто всё освещают. То есть, по идее, я могу вообще обойтись без всяких разных прожекторов. Я просто могу наделать грядок внешних по периметру. И насадить туда вот таких водорослей. И тогда у меня будет всё иллюминироваться бесплатно, совершенно. Также я насадил здесь гелеобразных мешочков. Они нам нужны для того, чтобы крафтить аэрогель. Такая штука важная. И также вот мои солнечные батареи. Их всего лишь здесь 6 штук стоит. Но мне этого хватает для того, чтобы пережить ночь на данный момент. Вот смотрите, пока что у меня уменьшается. Видите, да? Потихонечку уменьшается энергия. Но мне этого хватает, 450 запасов, чтобы пережить ночь без всяких там проблем. У меня есть радиомаяк. Он у нас база ПВО-1, я его так назвал. Это как раз где пушка стоит, которая стреляет. Которая разрушила корабль, который летел к нам на помощь. Вот. Ну такая вот база, смотрите. Вот всё, что мог, всё построил. Окошечки, красиво. Всё круто. Гелеобразные мешочки я, по вашему совету, отправился на остров. Плавучий остров второй, где база Дегази была. Под него я нырнул. Пару раз получил по щам от стража, который меня телепортировал. Ну и потом всё-таки я нашёл гелеобразный мешочек и вот его засадил. Не знаю, зачем так много, но выглядит красиво. Насчёт водорослей, кстати, хорошая штука вот насчёт иллюминации. Есть ещё прожектора, их можно поставить, чтобы база красиво светилась. Это потом мы сделаем. Значит, чё мы будем делать в этой серии? Базу я вам показал уже. Всё, ништяк. Теперь нам нужно послушать новое сообщение, которое пришло. Говорит, спасальная капсула 2. Координаты прилагаются. Мы уже прошли безопасную глубину и теряем кислород. Нам придётся всплыть на поверхность, но это 500 метров строго вверх. Мы доберёмся до точки сбора и будем держать вас в курсе. Ю! Конец связи. Что за ю? У нас появилась новая координата, нам придётся туда сейчас отправиться. Это 500 метров. Я вот не знаю. Не знаю, смогу ли я отправиться туда. Мотылёк точно не сможет. А смогу ли я отправиться туда на... На этом самом. Ну просто, просто на... Надо поесть, знаете? Вот чё надо сделать. Надо сначала вот сюда слазить. Надо съесть картошки. Обязательно это нужно сделать. Да-да-да-да, я понял. И попить водички. Вот. Это то, что мы сделаем. Или дыню съедим. Чё съедим? Так, мраморная дыня. Кушай. Кушай. О, хорошо. Мраморная дыня хорошо восстанавливает. Съедим ещё. Вот так. Нормально. Этого хватит. Всё. Этого хватит. И водичку мы тоже выпьем. Вот так вот. Она дофига, кстати, вот эта большая бутылка восстанавливает. Так, ты у меня здесь не очистилась ещё? Ещё нет, не очистилась. Что-то будет. Ну ладно. Я думаю, мы успеем вернуть сюда обратно. Не так далеко плыть. Если что, рыб каких-нибудь наловим. Ну и погнали. Это где-то здесь. Я очень надеюсь, что мы с вами не встретим какую-нибудь тварь страшенную, которая будет на нас нападать. Очень надеюсь. Кто-то писал, что здесь жнец вроде как плавает возле Авроры. Но я так понял, что он плавает немножко в другом месте. Так что бояться особо нечего. Здесь у нас... Чё это у нас здесь? Здесь у нас биом непонятный. Скалы. Так, проплываем грибы. Так, это у нас страшные зубастики. Я согласен, что здесь где-то на карте есть более живописные обрывы, куда можно строиться в плане своей базы. Но этот обрыв, это первый, который я нашёл. У меня не было никакого желания, не было никакой потребности, задачи искать этот самый обрыв. Мне надо было уже скорее строить базу, понимаете? Вот, поэтому не переживайте, что она где-то не в живописном месте. Я всегда могу добраться до живописного места. Ещё раз повторяю, что эта база нужна для того, чтобы свалить с планеты, а не чтобы здесь обрастать семьёй, потомством. Не знаю, ипотеку, жильё брать, кредиты какие-то и прочее. Мы с вами... Ух ты, подниматься, да? У меня... Знаете, что я сейчас только что обнаружил? У меня кончается заряд! Ха-ха-ха! У меня кончается заряд, поплыли обратно. Нам сейчас нужно... Ёшкин дрын! Это что за тварь? Тихо, я должен её отсканировать. Где она? Опасная? Вон она. Чё, подплывём поближе? Рискнём, да, здоровьем? Сканируй, блин! Да сканируй ты уже! А-а-а! 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 Я успею тебя отсканировать, тварь! Костяная акула! Всё, валим. Костяная акула теперь у нас есть. Ништяк. Давайте сейчас... Мы сейчас, знаете, чем мы? Мы сейчас сплаваем к нам на базу. Вот сюда, в нашу... Это же у нас, погоди. Это мы отплыли? А так мы возвращаться решили? Я не хочу возвращаться. А где наша спасательная капсула? Нет, это камера... Вот! Позвольная капсула у нас здесь. Мы сейчас сделаем энергоячейку здесь. Заправим наш мотылёк. Я не хочу его потерять по пути. Потом плыть на ручном этом глайдере. Сплаваем, заберём сейчас энергоячейку, сделаем. И вернёмся, и поплывём. С заряженной энергоячейкой мы можем отправляться уже на поиски сигнала. Он у нас находится где-то здесь. Костяная акула вообще мне никак не улыбается встречаться с ней. Не хочу, не буду. Буду избегать её. Но, возможно, она является как бы здесь таким вот врагом, которого нужно избежать. Мне нравится сбивать рыб. Я не думаю, что им большой вред от этого какой-то происходит. Потому что всё-таки они в воде находятся. Тихо. Это у нас рифоспины? Я очень надеюсь на это. Рифоспинчики! Кто это там кричит? Это вот такой хребет. О, костяная акула, блин. Так, опускаемся. Ты меня не видишь. Ты меня не видишь, я тебя тоже. Мы друг друга... Охренеть, сколько их здесь. Ааа! Я не хочу умирать! Что произошло? Ха-ха-ха! Ааа! Это она! Она нападает! Валим, просто валим, просто валим. Просто быстро, 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 быстро. У них вообще здесь дофига! Слушай, надо знать, что так просто опускаться вниз и всё. Она плывёт за мной? Ты плывёшь за мной, тварь? Да ёшкин корень! Что мне с ней делать? Как мне её убить? Она будет на меня нападать? В принципе, если я буду всё время в движении, то, наверное, она не сможет меня схватить. Всё, выхлываем. Пам! Погнали, 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 погнали! Посмотрим, она за мной гонится? Нет, ты меня не догонишь, тварь! Я слишком быстрый для тебя! Нам должно хватить кислорода. Чё это происходит? Что за звуки? Она не сожрёт моего мотылька, пока я плаваю здесь? Где капсула? Я потерял сигнал! Я не вижу сигнал! Ооо, сколько их здесь! Зачем я сюда поплыл? 500 метров! Я не вижу сигнал! А, вон он! Так, надо плывать. Мне кажется, я рано начал погружаться. Ооо, я здесь чуть-чуть проплыть не смогу! Охренеть! Так, нет, мы возвращаемся в мотылёк. Мотылёчек мой! Где ты, хороший? Я не вижу мотылёк! Она же не могла его сожрать. База ПВО... Ребята, я потерялся! Ладно, возвращаемся к этой скале. Мы же вот так опускались. Так. Я рано начал погружаться. Всплываем. Где? Модель эрозии повышенной здесь суши предполагает, что она где-то плавала на поверхности. Ага, я понял этот намёк. Так, 200 метров. Где-то вот здесь, на этом уровне, должен быть у нас мотылёк. Где мотылёк? Где мотылёк? Куда он делся? Маленький мой. Мотылёчек. Она же не могла его сожрать. Слушайте, я что-то ничего не понимаю. Она же не мог... Костяная акула же не могла сожрать мотылёк. Или могла? Капец. Я попал. Он у неё сигнал пропал. Должны быть какие-то обломки, я не знаю. Он же был где-то здесь. Вот капец вообще. У меня кончился. У меня кончилась батарея на глайдере. Короче, я его, похоже, профукал. Это... Это... Как это... Как это возможно? Камера, камера. Ну это камера. Это не мотылёк. Это у меня база. Это... Блин, это радиомаяк. Кобздец. Просто кобздец. Я не знаю, что она с ним сделала, с этим мотыльком. Но, похоже, она его уничтожила. Мне придётся делать новый. Аааа! Я на это вообще не рассчитывал. Ладно. В любом случае, мы сейчас плывём к этой... К этому сигналу. Я надеюсь, глайдера хватит. Проблема в том, что нам может просто тупо не хватить кислорода опуститься на такую глубину без мотылька. Я не понимаю. Может быть, я слепой? Может быть, я чё-то не вижу? Но я капец не вижу, где это находится. Ладно, по крайней мере, кислорода у нас есть. Мы доплывём, ничего страшного. Так. Давай его вообще выключим сейчас. Глайдер. Мы сейчас доплывём, чтобы он был строго под нами. Потом начнём спуск. Ооо, неожиданный поворот, конечно, неожиданный. Похоже, костяные акулы сжирают мотыльки. Всё, вот смотри, 504 метра, 502 метра, 500 метров. Всё. Ещё одно сообщение пришло. Ты издеваешься надо мной, что ли? Ты издеваешься? Я же только что получил одно сообщение. Всё, увеличивается уже, да, у нас увеличивается. Всё, надо сейчас плыть. Значит, заряжаемся кислородом. Берём глайдер и погнали. Я думаю, мы успеем спуститься туда и обратно. Я слежу за кислородом. Ребризер у нас работает. Смотрим по сторонам. Костяных акул пока что не вижу. Вижу какие-то подозрительные лианы светящиеся, которые соединяют плавучие острова. Нам должно хватить. Потому что, конечно, там увеличивается потребление. Кислород, что за звук? Что за небесные эльфы мне тут? Надо засканировать. Надо засканировать эту фигню. Что это такое? Давай быстрей. Давай быстрей. Почему не сканируется? Алё! Не сканируется. Водоросли не сканируются. Почему? Ладно, плевать. Поплыли. Здесь какая-то музыка странная заиграла. Мне кажется, это вообще неспроста. 500 метров на глубину. Вот, мы забираем флешечку. Модуль глубины покрышки. А-а-а! Вот теперь у меня появился. А, циклоп, кстати. Так. КПКшечку. Голосовой журнал. ГТДД. Это понятно. Мы следим за кислородом. Аптечки нету. Ну и всё. Получается, здесь больше деловить нечего. О-о-о! Ты смотри, какой глист! Так, мы просто... Он прямо здесь! Так, нам надо плыть. Что у нас там плавает? Кишки. Мне кажется, он плывёт за мной. Быстро валим отсюда. Быстро валим. Надо погружаться. Уже наверх подниматься. Он ко мне... Он ко мне плывёт, нет? Не знаю. Посмотрим сейчас. Давай-давай-давай. Быстро уплывай. Надо быстро вверх подниматься. У нас хватит энергии. В смысле кислорода. Капсдец. Учуял он меня или нет? Ладно, я надеюсь, что нет. Вот это попадос! Куда он делся? Всё, он далеко. Нет, нормально, он меня не учуял. Значит, я обкакался не так страшно. Не так много от страха. Хорошо, что он на меня не бы напал. Может быть, если бы я был в мотыльке, он бы быстрее бы меня зачуял. Ну что, ребята, хреново всё. Мы потеряли мотылек. Да, база до нашей полтора километра. Но мы доплывём. Пока что мы просто всплываем. В принципе, на глайдере вполне себе можно 500 метров погружаться вообще без проблем. Если бы я там не отвлекался ни на что другое. Так, ладно, мы сейчас в любом случае возвращаемся. Нам нужно сделать сборщик транспорта. Нам нужно новый мотылек делать. Сейчас. Сделаем мотылек. А потом продолжим. Потом поедем на базу, и там будем слушать уже, наверное, эти послания. Новый координат смотреть. Тем более, новое радиосообщение пришло. Давайте так и сделаем сейчас. Смотри, что я нашёл. Какой-то КПК, шестая капсула. Я не знаю, был здесь, нет? По-моему, был здесь. Но я пропустил здесь КПКшечку. Ладно, ничего страшного. Где? Где-где-где-где? Мотылёчек. Мотылёчек, я тебя потерял. Вот он. Где-то. Где он был? Господи, куда я его делал? Вон он лежит. Он у меня впендюрился. Тот мотылёчек, конечно, был лучше, но этот новенький у нас теперь. Брендовый. На этих развальных я точно был. Так, тихо. А куда мы плывём-то? База моя вот здесь. Мы плывём строго сюда. Даже что-то там подсвечивается. Видимо, это мои фонарики горят. Ну, вот так вот мы с вами сплавали. Опасно, конечно, это было дело. Потеряли транспортное средство. Ну, да ладно. Здесь, похоже, это неизбежно. Такс. Давайте. Смотрите, вот я сейчас вам продемонстрирую, как это происходит. Вот я, допустим, заплываю, потом всплываю наверх. Нееет! Он его подхватывает! Один раз я здесь подплывал, но, похоже, я что-то не туда куда-то подплывал. Как круто! Смотри, он теперь его здесь держит. О, это я не знал. А получается, для нашего экзокостюма нужна отдельная стыковочная шахта? Так, что ли? Он там висел. В принципе, мотарёк можно и в воде бросать. Ладно, здесь я себя чувствую в безопасности. Никто на меня не нападает. Давай посмотрим, что у нас по радио. Послушаем сообщение. Объект 11783 уничтожен. Режим патрулирования. Уничтожен. Новые неучтённые цели. Мне кажется, какие-то десептиконы за мной выдвинулись. Оф, страшно. А чё такое светится там? Надо сплавать. А чё там светится такое? Ладно, понятно. Радио. Быстро сейчас посмотрим, что у нас было по данным, которые мы нашли. Геологические данные. Кристаллический сермогнитетный интерес. Загруженные данные. Вот. Выжившие с Авроры. Бортовой журнал с капсулой 6. Мэм, я прошу сохранять спокойствие. Мы все вне опасности. Сейчас мы не опасности. А где спасатели? Авроры больше нет. Так же и спасатели. Они погибли, мэм. У нас есть координаты места. Встречено по пути сильное радиационное заражение. А что вы собираетесь делать? Я глава отдела кадров, мэм. Но это не в моей компетенции. Но КПК говорит, что если мы найдем свинец, то сможем... Если мы найдем свинец, то сможем сделать противополитационные костюмы. Ага. Понятно. Бортовой журнал номер 2 с капсулой 6. Вас так долго не было. Я подумал, что вы утонули. Я пытаюсь привлечь что-нибудь в внимание. Что вы делаете? Это не аварийная ракета. Прекратите ей так размахивать. Вы подожжете топливо... Топливопровод. Взрыв. Бум. Подожгла. Молодец. Вот она, капсула, которую мы нашли. Плавсредства не раскрыли. Звуки затопления. Мы тонем, надо эвакуироваться. Беркли говорит. Подожди, я смогу перенастроить кислородную систему на откачку воды. Работает. Грохот. Бум. Ладно, хорошие новости. Мы живы, и мы перестали тонуть. А плохие. Кислород закончится через 30 минут, а мы на глубине 500 метров. Что же нам делать? Используем статогенери, чтобы подправить сигнал беста и изготовить все снаряжение. Какое сможем, а затем будем выбираться на поверхность. То есть, они все-таки выбрались на поверхность. Получается так. Данные по инопланетянам. Артефакты. Инопланетное ружье. Это я, кстати, отсканировал на базе. Где у нас ПВО было. И машина судного дня у нас какая-то есть. Неисправная. Ну и слава богу. Местные формы жизни. Животный мир. Левиафаны. Платоядные. Зубы сталкера. Костяная акула. Вот она, тварь. Большие глаза у нее. Избегать можно отвлечь источниками света. Она на свет реагирует. Вот она что. Коралловая. А что насчет вот этих данных-то? Неучтенные данные. Инопланетяне мне отправляли какие-то послания здесь. Я не понял, где они здесь. Здесь только местные формы жизни. Все остальное вроде мы просмотрели с вами. Правильно? Да. Все. Новых никаких нет. Патрулирование. Они патрулируют, меня ищут. Ладно. Все. Мы можем с вами спать спокойно. Мы на базе. У нас электричества достаточно. Будем отдыхать. Будем останавливаться. В следующей серии мы продолжим. Потому что у нас непонятно, что делать. Честно говоря. Нам нужно пропульсионную пушку сделать, чтобы отправиться на Аврору и пробраться в отсеки, в которых мы еще не были. Но пока что чертежей у меня достаточно нет. Уже потом я без записи, наверное, поищу чертежи и отправимся с вами туда, на Аврору в следующей серии. Наверное. Если новых никаких сообщений не придет. Ладно. Я пойду пока картошку поем, да дынник запушу. Спасибо большое, что смотрели. Серьезно вам понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видосе. А пока что всегда оставайтесь на высоте. И пока-то. Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты шероха, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду на угли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду на угли, а ты подписывайся.